Ну что, осень пришла, новые книги принесла. Всем привет, меня зовут Марина и вы на канале Буклама. Сегодня я немножечко расскажу о своих книжных планах на осень. Что-то, скорее всего, перейдет на декабрь, но об этом мы будем думать уже ближе к декабрю. Сегодня у нас такая потрясающая презентация. Вот такие потрясающие книжки, которые я буду читать, такая вот, ручками, глазками. Они, ну хотя нет, все остальное тоже будет в электронном формате, либо в аудио формате. Возможно, что-то я куплю себе уже потом, наверное, в печатном виде, но, скорее всего, нет, потому что деньги все уже потрачены и больше, скорее всего, их не предвидится лишних денег именно на печатные книги, но ничего страшного. Что у нас первое? Это Элой Морено, зеленая гелевая ручка. Я была потрясена его книгой, которая будет прочитана за сентябрь, скорее всего. Я читала кое-что у него летом. Это книга «Невидимка». Что-то очень прикольное. Эта книга тоже, говорят, что интересная по отзывам. Это его дебютный роман. Перед нами увлекательный роман о человеке, чья жизнь числяется с 445 квадратными метрами и 60 свободными мутантами в день, которые остаются у него после работы и домашних обязанностей. И лишь одна потерянная зеленая ручка помогает ему изменить все. Без понятия. Аннотация ни о чем мне не говорит. Но мне очень нравится, что наверху написано, что это автор бестселлера «Невидимка». При том, что когда ты смотришь в интернет-магазинах, кроме «Невидимки», у него нет никаких других книг, насколько я поняла. И когда вообще ты вбиваешь на литресе Элой Морено, там не находятся его книги. Но если ты переходишь в его профиль через «Невидимку», там «Невидимки» не будет, но будут две другие его книги. Это «Зеленая гелевая ручка». И, боже мой, как же она называется? Что-то «Гнец света» и что-то такое. Короче, покажу вам ее в прочитанном. Очень классная про реалити-шоу. И вообще, как телек нас дурит. И не только телек. Есть о чем задуматься, на самом деле. Вот. Следующая книга – это «Геллен Флинн. Исчезнувшая». Я сначала не поняла, что это за книга. У меня такая черная. Потом вспомнила, что я просто решила выебнуться и показать ее вам в таком вот формате с обложкой. Секунду. Я ее вот сюда не положила почему-то. Секунду. Я просто готовила. Я просто готовила книги, которые я буду показывать. Семь, забыла, что это у меня тоже есть. Не знаю, честно. Я ее пыталась начинать читать в печатном виде, но у нее... Она слишком мне какая-то объемная. То есть я смотрела, что есть они как-то потоньше. Но я покупала ее с рук. Меня бесит то, что здесь вот такие большие отступы снизу и сверху. Что можно было бы заполнить, если они хотят такого формата книгу и сделать ее потоньше. Возможно, я ее попробую почитать в этой... Кстати, это кинообложка. Здесь Бен Аффлек. Понятно. Вот. Попробую ее еще раз почитать. В целом, я знаю... Я ее просто в прошлом году пыталась начинать, не получилось. Я, в принципе, уже плюс-минус знаю сюжет с помощью ТикТока и всего такого. Хотя до этого я знала только один маленький отрывок. Теперь я знаю чуть ли не полфильма. Но мне про него мама рассказывала. То есть, типа, что... Когда только он вышел, она его смотрела. И она сказала, типа, что там не все так однозначно. Вот. Ну и теперь я знаю, что значит это неоднозначно. Вот. Ну, посмотрим. В принципе, вот это аура мистики для осени. На самом деле, очень неплохо, наверное. Грозовой перевал Эмили Бронте. Наверное, у меня тоже есть. Я его не пойду заставать, честно. Все. Пусть там лежит. Хочу попробовать. Мне кажется... Я просто Джейн Эйр пыталась читать. Или я ее даже прочитала. У меня она не зашла. Попробуем почитать что-то у другой сестры Бронте. Вот. Поэтому, думаю, да. Особенно мне нравятся вот эти истории, типа, классические истории любви. И в понимании именно классики. То есть мне вот этим очень понравилась Джейн Остин, которая у нас сейчас тоже будет, но чуть позже. Вот. Я понимаю, конечно, что эти истории, наверное, ну как сказать, для современного читателя, наверное, не совсем привычны. Но, опять же, я рассматриваю классическую литературу именно с точки зрения того, как это было в то время. Какое влияние эта книга, как она повлияла вообще на то общество, которое ее читало, для которого она и была предназначена. Джером, Кей, Джером, Трое на четырех колесах. Честно, я была уверена, что... Я почему-то думала, подсознательно, что это продолжение Трое в лодке, не считая собаки, но почему-то думала, что это другая история. Ну, имеется в виду, что... Не знаю почему, я просто подумала, что странно, мужик, что ты назвал книги-то похожим. И только когда я смотрела аннотацию к этой книге сейчас, я поняла, что это типа продолжение той истории. Я такая, блин, а я ту не помню уже. Ой, она у меня просто есть на Литресе, и на ней пока нет очереди. Я думаю, я ее возьму, быстренько прочитаю. Мне вообще прошлая история понравилась. Просто мне расстраивает то, что все странное, что у нас представлено на русском языке, это какие-то рассказы, которые большие в сборниках, вместе с другими авторами. Но, в целом, я думаю, что, может быть, я попробую. Вот, мне, в принципе, его понравилось повествование. Ладно, не будем о грустном. Следующая – это настоящая сказка «Братьев Гримм». Она у меня вот в таком большом формате. Но я буду читать, у меня она в трех частях, я буду читать только первую часть. Ну, в смысле, не так. Здесь она у меня в таком большом формате. В аудиоформате я буду слушать первую часть, скорее всего, еще что-то читать, потому что она достаточно удобная. Но, опять же, она очень большая. Понимаете, дело, что ее никуда не повозишь, но для прикроватной книжки она тоже слишком тяжелая. То есть, вот это проблема. Конечно, если бы они их разделили на три маленькие, было бы потрясающе. Но это вот такое издание, кстати, внутри она просто черная. Я расстроена, на самом деле. Но это неизбежно, когда у тебя суперобложка. То есть, очень редко, когда бывает там внутри такая же картинка, как и на суперобложке. Вот. Поэтому ничего не могу сказать. Это просто сказки «Братьев Гримм» для осени. Мне кажется, они идеальны по какой-то атмосфере. Таинственности, угрюмости, немножко готичности и, главное, жестокости. Следующая история, я ее просто читаю, она у меня была в отложенных на литрессе. Я такая думаю, почему вы не попробуете ее почитать? Это Б. Барнет Макрэй «Случай из практики». Давайте почитаем аннотацию. Молодая женщина расследует самоубийство сестры. Записывается к скандальному психотерапевту Бретту Эту, подозревая его в причастности к данной трагедии. Она ведет дневник, записывая детали своего общения с врачом, но в мире психотерапии 60-х годов... Ого, это 60-е, азиш. Она начинает сомневаться не только в методах Бретту Эта, Бретту Эйта, Бретту Эйта, но и в собственном рассудке. Интересно. Слушай, интересно. Инспирия. Я к ней отношусь скептически немножко, но в целом думаю, что нормально. Следующее. Следующее. Это Бром, Кампус, Повелитель, Йоля. Короче, на момент, когда я ее сохраняла, я вообще смотрела, что там по Брому, на них вообще не было почти спроса. Сейчас, по всей видимости, осень, вот эта эстетика осени. Все решили опять читать Брома. И опять там очередь. Надо мне ее занять, пока я не профукала, потому что там пока передо мной только два человека на очередь. Сейчас будут, блин, 32. Поэтому... И потому что у Брома много разных книг. Я посмотрела даже, с чего начинать. Но я уже, конечно же, забыла, когда я выбирала себе книгу, какую я буду ставить себе на осенние планы. Но это, по-моему, одна из самых небольших у него. Я решила, что лучше начну с нее. Понятно, что она как бы больше по зиме, а не по осени. Но, в целом, они все страшные. Давайте попробуем посмотреть. Мне еще очень нравится, не помню, как называется, повелитель чего-то, чего-то там, по-моему. Такой, этот, как... Короче, есть кукла Монстер Хай. И у них есть такая тема, как Комик-кон, на котором представляют всякие очень эксклюзивные куклы, которых там, типа, в определенном количестве штук и в очень ограниченном. Но на Комик-коне их можно купить. И вот там был такой набор с вампиром. И он был тоже вот в таком одеянии, как этот мальчик. Такой красный фраг. У него, правда, тоже еще волосы. У него были черные волосы, но там была какая-то красная прядь. Короче, потрясающе. Вот он мне теперь его напоминает. У меня нет ни книжки, ни этой куклы. Я могла бы начать плакать, но моя тушь стоит слишком дорого, чтобы заниматься этим, особенно в кадре. И не важно, что вы не видите моего прекрасной морды лица. Ну, да. Будем читать, будем смотреть. Я Брома до этого не читала, но я почитала... ...аннотации к его книгам. И в целом мне показалось что-то интересное переосмысление каких-то классических произведений героев. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Следующее это что-то очень милое. Я не знаю, когда ее буду читать. Я не уверена, что буду в таком прям последовательности их читать. Но мне показалось, что можно разбавить какую-то грустнявочку книг, таких тяжелых, чем-то полегче. Это Карстен Хэн, Служба доставки книг. Я видела ее у многих блогеров. Причем это серия книг, там есть еще какие-то другие. И они тоже в подобной обложке. От мифа у меня нет, по-моему, ни одной книжки, но еще такое. Значит, Карл Кольфо... Кольф... Боже мой. Карл Кольфофф, пожилой продавец из книжного магазина. Каждый день доставляет книги своим клиентам, которых называет именем героев из книг. У каждого из них, у него сформировались особые отношения. И он знает, какие книги им подойдут. Его ритуал нарушается, когда в его жизни врывается девочка, которая приносит с собой новые истории, открывает ему новые пути. Девочка заставляет Карла задуматься о своей жизни и о том, как много еще он может узнать и пережить. Но аннотация это какая-то более детская, подростковая книжка. Но в целом как будто бы для какого-то отвлечения, какого-то фона приятного и послевкусия от книги, что она такая добрая, позитивная. Почему бы нет? Немножечко я вот в такие моменты думаю, что жаль, что я больше не читаю Фредрика Бакмана, потому что у него пока еще ничего не вышло. Второе, то, что я у него последнее читала, что-то мне перестало нравиться. И я резко читала какие-то его рассказы. Мне так резко перестал нравиться его стиль повествования. Я думаю, фу, я этим вот так отвыкла. Давайте дальше я вам покажу книжечку Дракула Брэма Стокина. Я второй год подряд ее пытаюсь почитать. Возможно, в этом году она мне даст с большим, ну как скажем, результатом. И она просто станет моим книжным, не надкусышем. Но обязательно я ее оберну, потому что капец, эти книжки, конечно, пачкаются. Просто мое почтение. Поэтому, да, надо знакомиться с классикой. В этом году я обещала себе больше читать классики. Будет больше классики. И Джейн Остен. Конечно же, чувствую чувствительность. Мне, конечно, очень понравились Довод Рассудков. Но это было слишком давно. И я думаю, что я начну ее вот сейчас как раз осенью. Сейчас будет похолоднее. И я буду с ней ездить и ее читать. Вот. Также Ильф и Петров. Что-то резко я решила, что надо продолжить его читать. Ну, в смысле, их. Книжка очень небольшая. Называется «Светлая личность». Почему-то здесь написано «Человек-невидимка». Заодно узнаем. Здесь потрясающе большой шрифт. Просто. Я, конечно, понимаю, зачем это сделано. Видимо, история была слишком маленькой. Потому что и книжка сама по себе поменьше, чем «12 стульев» и «Золотой теленок». Но «Золотого теленка» я читать пока не хочу. Давайте тогда поговорим про последнюю книжку. Это Дэниел Кис «Стоинственная история Билли Миллигана». У меня в прошлом году я читала подруга, сказала, что ей очень понравилось. Я все тоже хотела. Хотела в бумаге. Но то издание, которое я хочу, по-моему, в магистрали, оно стоит 600 рублей. Мне это дорого. Я готова потратить 350. Пока таких возможностей нет. Поэтому я думаю, что надо начать. Но я начну ее в аудиоформате, скорее всего. А потом, возможно, если я разорюсь на бумагу, то продолжу в ней. В любом случае, мне эта история уже зарекомендована человеком со стороны. Не просто то, что это классик, что вот, надо прочитать. Такая классная история. А действительно человек, который не то, чтобы у нас не одинаковый вкус, но просто который действительно тоже немножечко имеет свой литературный вкус. И он с моим немного схож по некоторым параметрам. Сказала, что история интересная. Я, насколько знаю, что там есть еще одна. И я офигела. Я не знала. Возможно, это типа ступа. Но я не знала. Я офигела от того, что я узнала буквально неделю назад. Может, я это не знала, но я забыла. И для меня каждый раз это шок, что Даниэл Кис написал и цветы для Элджернала. Я офигела. Просто офигела. Ну что? Кстати, вот на этой обложке мне очень нравится то, что... Она немножко странной может показаться, но как будто бы она так передает всю трагедию Билли Миллигана, по сути дела. Потому что в его голове было столько личностей. И вот это откусанное яблоко, с характеризующей его по факту черепную коробку. Ну, как бы я так вижу. Что она откусала часть его личности, часть его мозга. Что и страшно, и интригует, и очень интересно. Вот. Вот такие планы. Не знаю. Скорее всего, я, конечно же, их, блин, не буду придерживаться. Я возьму 100-500 всяких импульсивных других книг, которые будут слушать, читать. А, возможно, этого и не будет. Я просто замкнусь в себе, и опять у меня будут книжные нищетун. В любом случае, узнаем это под конец осени. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Что погода вас не продолжает, точнее, не расстраивает, не начинает расстраивать, а продолжает радовать. Что у вас все хорошо. Что вы не позволяете никому себе портить настроение. Потому что вы поджисающие, это можете сделать сами. С другой стороны, вы этого можете и не делать. И каждый день себе и окружающим доказывают, что вы просто офигенные. И у вас обязательно все получится. Сегодня, завтра или через год, это вовсе не важно. Главное, усидчивость, упорство, много работы и, конечно же, терпение. Хорошего вам времяпрепровождения и до новых встреч. Пока!